Внешняя политика Геокалитического заканчивается Под геокалитическим везением я имею ввиду, что главные действующие лица мировой политики, прежде всего Соединенные Штаты и Европейский Союз, испытывали нарастающие трудности, связанные просто с непродуманными ошибочными решениями, особенно Америка Сейчас значительная часть достижений и успехов Путина связана с тем, что Россия вклинивалась в те щели, дыры и прорехи, которые образовались на Западе по причине их ошибок В Америке, судя по всему, глядут очень серьезные перемены Как бы то ни было, главная задача американского президента следующего будет укрепление и восстановление, точнее, американского лидерства, которое сильно подорвано при Буше Значит, возникает вопрос, новый тип отношений с западными странами, западными блоками и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами, учитывая, что они могут начать преодолевать свой внутренний кризис Система международных организаций находится в упадке, деградирует Как только принимается попытка обратиться к традиционным институтам, ООН, ОБСЕ, да то же самое НАТО, ничего не работает Включая, кстати говоря, и ВТО, куда мы так стремимся, между тем, в самой ВТО, глубокий кризис, непонимание, куда дальше эта свобода торговли будет развиваться Вот в этой ситуации возникает вопрос, на что вообще опираться? Это такой интеллектуальный вызов, с которым столкнется новый президент Необходима какая-то разумная политика в отношении ближайших стран, чтобы их, по крайней мере, не отпугивать, как происходит сейчас Как в Америке все время говорят, что Джордж Буш забыл золотое правило, сформулированное еще Теодором Рузвельтом Если у тебя в руках большая дубина, говори тихо Вот в России дубина средняя, а говорить она очень громко Желательно дубину увеличивать, тонально снижать Одна из ключевых проблем для будущего президентства это отношение, вообще политика России в Азии Поскольку вся вот эта вот текучесть международной среды, она подстегивается ростом азиатских великих держав, прежде всего Китая Через несколько лет, я виду, им станет совершенно необычный, нетрадиционный вопрос Как можно поддерживать политический паритет с Китаем? Когда через 5-7 лет выяснится, что у нас есть перспектива превратиться в младшего партнера не Америке, чего нам глубоко противно, а Китая Что я думаю для сознания, русского великодержавного сознания будет еще более отвратительно и печально Вот тут возникает вопрос, а что делать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!